Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными картинами Питер Пауль Рубинс «Суд Париса». Версией, которую мы смотрим, Парис изображен в пастушечьем наряде, пристально разглядывающим трех великолепных нагих женщин, которые он попросил снять одежду, чтобы ничего не мешало судить об их красоте. Он любуется богинями, стоящими перед ним в разных ракурсах. Меркурий держит яблоко, которое станет наградой победительницы. Минерва – Афина, изображена совой. Ее доспехи лежат рядом. Венеру – Афродиту, сопровождает ее сын Купидон. Аюнону – Геру. Павлин – кроткий вид богинь и грациозной позы, не предвещает роковых последствий решения, которые должен принять Парис и которое привело к Троянской войне. Ну вот немного о Парисе. Когда у Троянского царя Приама родился сын Парис, было предсказано, что он станет причиной гибели своей страны. Отец приказал умертвить младенца, но слуга, которому это было поручено, оставил его на горе Индии. Парис был найден и воспитан пастухами. В знаменитом суде Парису отвели роль судьи, который должен был вручить награду – золотое яблоко раздора, прекраснейшей из богини. Юнона предложила сделать его самым могущественным, из царей Минерва самым храбрым героем. А Венера обещала ему любовь к самой красивой женщине – Елене Испарт. Это повлияло на решение Париса и приз достался Венере, но это решение вызвало обиду Юнона и Минерва. Парис решил похитить Елену. Греки, угрожая Троя войной, потреблю вернуть Елену. Таким образом, суд Париса стал причинам Троянской войны, которая окончилась разрушением Трои. Ну вот и все. Сегодня мы посмотрели картину Питера Пауля Рубенса «Суд Париса». Текст путеводителя «Мире живописи» автора Сара Каргон. Все, пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok